Первые автомобили Volvo появились на дорогах Москвы и Ленинграда в 1971 году. Они предназначались для сотрудников посольства Швеции, торговых палат различных стран и советской интеллигенции. В 1989 году открылась первая авторизованная сервисная станция, а в 1993-м и официальное представительство с учебным центром. За полвека Volvo прошла в России большой путь, превратившись из малоизвестного скандинавского бренда в сильную компанию с широкой дилерской сетью. Дела не всегда шли стабильно, особенно в последние годы. Однако по итогам первых 11 месяцев 2021 года шведы всё же вошли в двадцатку самых востребованных марок, реализовав 8,5 тысяч машин. И останавливаться на достигнутом они не намерены. Самый важный вопрос, который останется таковым и в следующем году, касается поставок полупроводников. Ведь их нехватка повлияла в этом году на всю автомобильную отрасль, включая Volvo Cars. Но учитывая то, что мы видим сейчас, и те планы, которые мы строим, мы продолжим расти, увеличивая продажи на двузначные числа. Каким же образом Volvo планирует укреплять свои позиции? Конечно, выводом новых автомобилей. Так уже в первом квартале будущего года на российском рынке дебютирует обновлённый кроссовер XC60. Чуть позже в шоуруму поступит XC40 Recharge, первый полностью электрический серийный Volvo в истории. А следом за ним и купеобразный паркетник C40 Recharge, тоже на батарейках. Вообще, шведы делают ставку именно на электрокары. Однако, учитывая особенности отечественного рынка, местной инфраструктуры и неготовности россиян пересаживаться на полностью электрические машины, Volvo концентрирует внимание на подключаемых гибридах. Напомним, что сегодня марка предлагает в России две такие модели. Это кроссоверы XC60 и XC90. В будущем батареи станут более ёмкими, ну а пока, благодаря техническим инновациям, мы в Volvo Cars прокладываем путь к полностью электрическим автомобилям через подключаемые гибриды. Плагин гибриды предлагают лучшее сразу из двух миров. У них есть электромотор для городской эксплуатации, а если нужно отправиться в дальнюю поездку, то можно прибегнуть к плану B, то есть к бензиновому топливу. Свой полувековой юбилей присутствие в России марка Volvo отметила в Петровском путевом дворце. Там, что примечательно, гостей встречали винтажные автомобили. PV444, Amazon 121, Bertone 262C и Bertone 780. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok